Под заголовок. «Это закон. Эсаф ненавидит Якова». Из одной этой статьи можно увидеть важное различие между ЛЗЕ и другими сианистскими организациями. Тогда как все остальные и еврейское агентство израильского правительства, которое контролирует Алию, пытались убедить западных иммигрантов с помощью принципиальных позитивных аргументов, таких как «приезжайте на еврейскую землю, где вы будете большинством, найдите свои корни, начните новую жизнь для своей семьи», я утверждал, что такие аргументы в конечном итоге тщетны в создании какой-либо большой и значимой западной Алии. В дискуссии, которая была у меня с директором Центра Алии в Северной Америке Нахумом Галаном, я сказал ему, «Любые попытки использовать преимущественно позитивные причины для убеждения американских евреев уехать в Израиль должны привести к катастрофическому провалу». Десятки миллионов долларов, которые вы потратите на свои усилия, произведут жалкую, малую отдачу. Вы не сможете убедить евреев, у которых есть комфортный дом, хорошо оплачиваемая работа или прибыльная деловая карьера и все удобства современной жизни, у которых есть глубокие корни в знакомой среде, собраться, вырвать свои корни, приехать в странную страну со странными и иными обычаями и людьми, и начать в преклонном возрасте изучать новый язык и сплавляться с незнакомыми ему экономическими и социальными условиями, если нет очень глубокой и побуждающей мотивации. У американских евреев такая мотивация просто отсутствует, и поэтому положительный подход должен потерпеть неудачу. Они не глубоко религиозны, поэтому митцва, заповедь, жить в земле Израиля для них бессмысленно. Действительно, сколько религиозных евреев игнорируют или скрывают эту заповедь, потому что репатриация слишком сложна, а жизнь на Западе слишком удобна. В лучшем случае существует глубокая эмоциональная привязанность определенного числа американских евреев, но это выливается в посещение Израиля и пожертвование денег, и, возможно, временами времени с их стороны. Короче говоря, позитивный подход может работать только с теми, у кого уже есть глубокая позитивная мотивация. Возможный верный взгляд на массовую Алию заключается в том, чтобы смотреть на историю Алии на протяжении веков. Никогда в истории еврейского народа не было даже одного примера массовой Алии из богатых стран, если жизнь была удобной и удовлетворительной. Вавилонское изгнание получило возможность закончиться, когда персидский царь Кир опубликовал свое заявление, позволившее евреям вернуться в свою землю. Из многих, многих евреев в Вавилоне таких оказалось около 42 тысяч человек, и они были в основном низшей прослойкой. Псалмопевец писал, возле рек Вавилона мы сидели и плакали. Они действительно могли плакать, но они сидели и не поднимались в страну. Несомненно, у Вавилона были свои фондовые рынки и «объединенный еврейский призыв» в кавычках. Богатый еврей, как религиозный, так и нерелигиозный, как правило, не променяет свой комфорт на неустроенную жизнь в земле Израиля, если только он не страдает от антисемитской ненависти к евреям или не боится ее непосредственной опасности. То, чего 48 пророков не могли добиться, чтобы убедить евреев раскаяться, удалось Аману, говорят нам раввины. И то, что миллионы убедительных положительных слов еврейского агентства не смогли сделать, с успехом сделает ненависть к евреям на Западе. Единственная надежда на массовую алью заключается в том, чтобы снова и снова подчеркивать тему неизбежности антисемитизма в западном мире, которая положит конец иллюзии равенства и мирного прогресса для евреев. Следует объявить во всеуслышание, что нет надежды на долгое выживание евреев в богатых Соединенных Штатах или других западных землях, и что ненависть язычников, так холодно выраженная в талмудическом утверждении, это закон, Эсаф ненавидит Яакова, выльется в Холокост после экономического, социального и политического кризиса, какой мы видели в Германии. Мало того, что это единственный аргумент, который может иметь шанс на успех, сказал я, но он трагически верен и находится на своем пути к осуществлению, и израильское правительство обязано снова и снова объявлять во всеуслышание призыв к экстренной эвакуации американских евреев не только ради собственной выгоды, но и для спасения евреев из предстоящего горнила. Господин Галан послушал и ответил, что еврейское агентство, как представитель правительства Израиля, не может так говорить. Причины были ясны. С одной стороны, Израиль опасался усложнить отношения с американским правительством, что может привести и приводит к предательству еврейских принципов, евреев и самого государства в десятках различных ситуаций. А с другой стороны, он опасался поставить под угрозу отношения с крупными организациями еврейского истеблишмента, для которых такой аргумент был анафемой, и которые могли сильно угрожать Израилю ослаблением поддержки, если еврейское государство не прекратит поднимать опасные вопросы. Несомненно, Галан и правительство Израиля хорошо помнили бурю, возникшую, когда покойный премьер-министр Давид Бен-Гурион заявил, что все евреи принадлежат Израилю. Американский еврейский истеблишмент поторопил своих представителей выразить протест Бен-Гуриону и пообещал полную финансовую поддержку Израиля, если тот прекратит говорить как сионист. Я понимал трудности, но настаивал на том, что опасность для выживания американских евреев была реальной и превосходит все политические и экономические соображения. Как и во всех вопросах, мы оба настаивали на том, что Аават Исруэл и еврейское выживание имели приоритет над всем остальным.